Ну, первое, конечно, на результат повлияли грубые ошибки собственные. Вот это, я понимаю, что Рубин более классная команда. Вот, она приложила немало усилий для того, чтобы выиграть. Вот, но все равно в конечном итоге на результат все-таки в большей мере повлияли именно свои ошибки. Грубые, ну, я их объясняю отсутствием опыта в этой непростой ситуации, когда большую часть времени соперник заставляет тебя обороняться. Надо уметь сохранять хладнокровие вот в этих сложных ситуациях и действовать расчетливо. В принципе, у них получалось в других играх, вот, в двух других играх. Но вот в этой нет. Но это, естественно, так как признак высокого класса, это умение играть стабильно на протяжении длительного периода времени. Мы уже начали менять коряку еще на одного форварда для того, чтобы, значит, изменить вот эту вот ситуацию. Но, к несчастью, пропустили гол. Замену планировали сделать минут за пять до пропущенного гола. Уже было ясно, что слишком глубоко сидим, уже было ясно, что надо выходить оттуда. Оттуда был, конечно, другой вариант. Был вариант выйти сразу, допустим, с тремя опорными, так как мы играли со Спартаком. И сыграть в основном за счет того, чтобы грамотно оборонялись. Вот. Спартак ведь моментов практически не имел. Единицы считанные. Можно было при счете 1-0 выпустить еще опорного, еще одного игрока и постараться надежно сыграть в обороне спокойно. Ну, нам это не кажется перспективным. Вот. Надо все-таки, особенно дома, играть более агрессивно, лучше контролировать мяч. Ну, примерно то, что они делали в отдельные отрезки, когда пропустили гол. Мы плохо выходим в атаку в тех случаях, когда соперник прессингует, когда мало времени и пространство ограничено. В тренировках много таких упражнений на сегодняшний день, когда мы тренируем выход из-под прессинга. Но это индивидуальное мастерство надо иметь чуть-чуть повыше и чуть поспокойнее действовать в этих ситуациях. Вот. Поэтому здесь вариант какой. Если ты не можешь выходить из обороны с помощью паса нормального, если там много обрезаний, то надо выходить через длинную передачу там на форвардов. Вот. Было и такое, возможно, и такой вариант, когда вы ставите трех форвардов и играете в длинную, чтобы не терять там мячей. Ну, я могу сказать, что Асельдаров не готов. Мы, в принципе, очень хотели форварда получить, ну, или этого, или какого-либо другого получить, там, пораньше, в январе, например. Вот. Ну, в итоге получилось, что форвард пришел тогда, когда уже у нас чемпионат начался. Пришел без подготовки, он нигде не готовился, не тренировался. Поэтому его сегодняшнее состояние, оно далеко не оптимальное. Вот. Кудышев, он все сборы с нами прошел, но его физическое состояние все равно оставляет желать лучшего в силу, ну, индивидуальных особенностей. И он имеет лишний вес не потому, что он, значит, не режимит или что-то такое. У него просто такой обмен веществ. Но он очень одаренный, как игрок. Он очень хорошо понимает игру, он владеет хорошей техникой, хорошим индивидуальным мастерством. И его, в принципе, для интенсивной игры, его минут на 25-30 вполне хватает. Ну, я считаю, что он вот этот матч он провел нормально. И ничего не испортил в нескольких случаях. Обострил игру. Саркисов тоже не готов пока. То же пока. То же пока. Нет, он не в худшем состоянии, чем Асельдарова. Он в несколько лучшем состоянии, чем Асельдарова. Но у Асельдарова просто мастерство повыше, чем у Саркисова. У него высокая скорость. Мы его, в принципе, это одна из главных причин, почему его взяли. У него высокая скорость. Он в тех случаях, когда команда обороняется, есть впереди пространство, он может хорошо убегать в контратаку. Вот он играл сейчас за дубль. Тоже очень много раз убегал в контратаку. Но в таких простых ситуациях уколоворот терялся. Будем работать. Будем работать. Будем смотреть, в какой игре он подойдет. В ту игру и поставим.